этим всем пришел уже на стрим и на сегодня будет приглашенный гость дополнительно выступающим давайте начинать а еще хотел сказать насчет патреона вообще доната и активности на ю тубе сейчас на ю тубе происходят изменения как вы знаете да и вообще на многих площадках какие-то банятся типа инстаграма что-то еще работает вроде ю туба вот патрон перестал переводы делать нормально вот нам еще можно было как-то через некоторую схему это переводить но в общем уже ппл отвалился и патроны тоже в общем закончились со всей этой темой я как-то определюсь наверное на бусте скорее всего перейдем и относительно эфиров и последующих планов на творчество это тоже все определиться когда будет понятно какая площадка наиболее актуально пока мы здесь вещаем пока она еще работает продолжаем вот благодарю тех кто поддержку оказывал вот давайте начинать хотелось бы что-то хорошее узнать за то что присылал эту неделю абрамовича арестовали имущество на 8 миллиардов долларов вам это прекрасная новость до приятно я что-то вот не понял он там больше всех прогибался ну типа там за запад и значит с березовским судился на переговоры там с хохлами ездил ну то есть вроде как бы отрабатывал свое гражданство но ему гражданство так в итоге не дали там какой как приютился в израиле а в лондоне вообще все отобрали во франции тоже вот это непонятно обидно бог просто это или они изначально вообще планировали что вот так и будет что мы им дали поддержать деньги условно просто они как бы вывезли схему а отработали поддержали деньги отдали тем кто это очевидно было еще еще там после революции да когда этом эти князья там побежали за бугор знаменитая история с голицыным чуть ли не там едва не второе лицо в государстве пришел там во франции снимать деньги со счета ему сказали какой счет он году что я князь российской империи они как нет такой страны где-то ссср есть а российской империи нет еще то вашего тоже нет и он пошел работать таксистом вот ну то есть это было понятно что будут дерманить об этом говорил там низ хазин еще десять лет назад что лишние деньги в итоге будут откачиваться назад и в первую очередь там ну из олигархов ну из народа конечно тоже но из олигархов тоже так называемые молодые деньги на западе тоже там я помню там где 10 назад там все шумели фонд создался туда цифровики все по миллиарду там закинули и ходили к спирологические слухи типа зачем этот фонд нужен на тип такой билет на пароход что вот то что они фонд закинули да на эти деньги они потом как-то могут жить остальное у них изымут ну потому что он был был период накачки до экономики деньгами а сейчас надо их откачивать назад вот накачать то легко дать деньги раздать взрыв забрать обратно это довольно проблематично и было понятно с кого забирать там узколо реальных вот муга бы разуме да там с дерибасок собра мой чем тут похоже настал момент когда начали откачивать тут надо добавить что деньги то оборудование через что это наказание на самом деле там ты как не прогибайся у тебя все надо заберут на пушки дали подержать пока в этом был смысл для чуваков там да тогда был смысл а сейчас воде воде кислород перекрыл мне нахер кормить сервис сергей а можно мораль я выведусь из истории князя корицы чтобы все-таки лучше быть таксистом в париже чем трупом на красной родине вот я его могу вам согласен ну там же выбор тройной то куда был быть князем империи таксистом во франции трупом вот карта так разыгралась что выбирать надо между трупом и таксистом и не между князем и таксистом ну да к сожалению выбор сокращается но чек сделал правильный выбор считаю хотя не знаю честно говоря может лучше было бы в армии каучика сдохнуть кому лучше ну да то с другой стороны кому лучшая история показала что смысл быть точно не имел я думаю что если партию там если партию ты проиграл то в общем то и надо было другого ставить парню поставили не на тех 30 лет знаешь как это проворов да говорили хорошая но недолгая жизнь тоже картинка тут же важно заметить чьи деньги на самом деле у абрамовича тоже вначале это были деньги березовского то есть а березовского был общак у всех олигархов которые там при власти потом абрамович отсудил деньги там суд был и там что-то поделили и в результате березовского не стало как там так резко утонул в ванной с галстуком или чем он там какие-то не следы нашли ну березовского не было общака мне был договорняк у каждого было свое вот суд во первых ничего никому не присвоил то есть березовский пытался отсудить назад ну суд отказал то есть каждый остался при своем а потом было большое письмо где березовский писал там в один владимир типа прости батька все понял там хочу назад и вот после этого он такой раз и ванна повесился то есть но и почерк башни его вода отъехать ему не дали на там чё уж он там чё он там мог с собой привести назад владимир владимирович непонятно но помер он ровно в этот момент на компьютере напечатано поэтому там нельзя пропустить экспертизу но так судя по это по стилю похоже на грязовского извиняется кайсу всегда так делать ну там учитывая что что при этом тут же дам в этот же чуть-чуть пораньше там литвиненко тоже откинулся с очень странными вот при очень странных обстоятельствах то есть все кто мог рассказать что там происходило на самом деле они как-то вот исчезли в том числе и врач который скрывал литвиненко тоже как-то погиб неудачно 12 ножевых ранений упал 12 раз на нож он слишком много знал слишком неаккуратный так вот встал упал встал упал встал упал так может хорошая новость о то что абрамовича теперь ничего не грозит зато он как березовский не закончит вот еще одна жизнь сохранена зато живой пока во всяком случае опять же опять же неизвестно чем там знает да и начал готов там трещать хотя мне кажется сейчас уже 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 это неважно что ты там знаешь потому что все смитом наполнено симулякрами тотальными фейками уже хоть ты там наш самую страшную новость расскажу мне там если ее раздувать не будут никто не услышит даже не то что поверит не услышит поэтому сейчас можно три недели все чего угодно главное бабки забрать мы посочувствуем посочувствуем обрамович ну жалко очень жаль в тему олигархов при фридмана заметили в ресторане то что он до этого жаловался что не даже на горничью не хватает а теперь заметили в ресторане где минимальный взнос там 100 фунтов за выход народ оплатил видимо наш крёп 100 фунтов на ресторан попрошайничал приставал дядем тетям за шубу дергал говорил я пожалуйста монетку пару франков на покушать живом спаси жур до на маленькую перепелочку на самую маленькую виктор там минимальная цена блюда 100 евро у копейки что он план что много просит что ли он миллиард что ли просит он просит копеечку сколько-то там франков на покушать ты чё не дал что-ли подкормить русского олигарха а если он еще будет стоять и говорить я блинам устили город у меня все это брали только вот на жизнь дайте на горничную буквально отец русской демократии да да там же в европе люди добрые сердечные отзывчивые могут подать а я сейчас вспомнил знаете что вспомнил что абрамович года лет пять назад как-то очень подозрительно тоже развелся с женой уступив ей там два лярда что ли а потом они все время фоткали там вместе то вниз это они то там на оскаре где-то там еще что я сейчас думаю по моему этот хитрожопый еврей таким образом короче бабки спас жену-то никто не будет дербанить святое там феминизм все дела и вот он так прихоронил короче 2 лярда вот что-то я про это сейчас вспомнил надо было с одной развести тогда и отослать вторую завести то же самое так по чуть-чуть а вот он отложить а может быть и нет начну ему тогда никто не поверил пацаны это знаете мне что напоминает какой сраные мексиканские бразильский сериал про жизнь богатых по ходу и знаменитых обеспечен так собственно так и формируются аллергархи формируется то дради чего люди должны собственно в системе пробиваться когтями вырезать показываться красивая жизнь это же как бы обертка есть для того чтобы люди понимали зачем собственно нужно тут очень что-то добиваться весь голливуд все институты вот этих поп-звезд глянцев для глянцев журнал все для этого было конечно абсолютно точно из белым яйцем тоже с разводом что-то там это же должна была одна из самых богатых женщин стать а что-то непонятно там а помнишь еще джефф без оса точно так же прям дальний да тоже очень все мне кажется все туда там чуваки там прочухали они как раз и есть вот они западные молодые деньги то есть олигархов там какой-нибудь там африки вообще никто за людей не считает а свои то вроде как бы свои но они все равно лады и вот все будут дербанить ну половину то отожму точно вот по моему они тоже такие пришкерили чуть-чуть денег чуть мы про деньги много сегодня говорим какие-то может еще и систему кроме кроме делал и духовные дела скрепы давай про скрепа искали мало скрипу но новость новости скрип я уже неоднократно пытаюсь клинится вот смотрите ребята нас ведут все равно в цифровом пузыре таком информационном да и мы на самом деле до сих пор не знаем всю реальность которая сейчас к нам происходит с этими санкциями там да вот допустим такие новости то что все кто купил туры феврале тур куда-нибудь там путешествие вот путин сделал указ такой что турагентство не обязаны возвращать тебе деньги до 24 года вот то есть он сделал такой указ который имеет обратную силу получается вот все кто приобрели там тура там очень много людей там по 150 по 200 тысяч выкинули вот они ничего не могут получить вот и как бы когда допустим лично я столкнулся с этой ситуации да я начал искать новости я не нашел об этом нигде ничего а сколько на самом деле таких моментов происходит о которых мы не в курсе да я думаю мы лет через стол не узнаем что то творится как и как и 200 лет назад мы точно не знали что там происходило для тоже догадываются объясняю почему так бы все абсолютно вот эти вот турагентство разорились потому что они работают по пирамиде то есть начали ты им даешь деньги они их тут же вкладывают куда-то дальше покупая отели там и так далее то есть если кто-то сейчас через суд по требовал день и обратно то все в этой турагенции сразу прозорились мгновенно абсолютно все про тебе какое мудрое решение принял путин я смотрю телевизор и мне отключить истину поэтому я за путина будет абсолютно весь нормальный бизнес в россии работает на постоплатах связи с тем что как бы идет вот это вот так называемая спецоперация все цепочки просто порушены славу путину пацаны и насчет цепочек тут как раз тему сдэк закрыла возможность делать посылки без чека но это так на всякий случай потому что было одно тут видео ну не хочу ничего говорить но есть до заботливые ребята пересылают вещи некоторые не причем видеокарты до путин москве сидит ему тоже да он не знает кстати нет недавно нужно было посылку дослать и оказывается что граница россии на экспорт закрытоками сказали службе доставки вот не знаю во всех это или в большинстве но низко они сказали в доставке что во всех с точки зрения да я вам больше пацаны скажу путин тут в лес выбора сша и выбрал трампа еле от него отбились сейчас инфляцию разогнал люди машинах есть немного бензин там вырос и жрать уже нечего вот такой президент у нас молодец путин скоро америкосы с голоду вздохнут а мы замерзнут мир и до замерзнут все у них летом особо европа вообще без нас помрет а мы молодцы взяли в задницу слава россии ну то сидим просто говорим вот путин в россии тут беда курит еще россия россия это такое захолустье в штатах там смотри что творит вот здесь могущественный путин поняли да путин бля везде все рули вообще все все сломал мировой империализм сломал добрую систему сломал тем более следующий президент будет уже трамп поэтому это он заранее еще все просчитал да специального показал подразнил короче дал байду на обосраться ну такой вот продуман такой на 20 лет вперед смотрит многоходов очень называются вы как думаете все под контролем я предлагаю обратить на такую статистику которая не не все украинцы наблюдают данную статистику да у нас говорят наши новости что поддержка там так называемая спецоперации 80 процентов но мы видим официально данном раке находится 140 миллионов группировка войск которые напали там и вроде как сейчас 200 человек насобирал то есть это как мне кажется это есть реальная поддержка реальная статистика то есть на 140 миллионов человек набрать всего 400 тысяч и после этого как бы украинцы могут говорить что здесь и русские плохие это невозможно да тут во первых никто никого не собирал сколько в армии было столько и отправили там это половину по-моему мобилизации то не было будет да то 6 мы захотим мобилизоваться мы мобилизуем 20 миллионов и пройдем до брюсселя и всех шапками закидаем на своем пути она вообще со слунки короче говоря если уж мы на то ударим они сразу развалятся мы поняли да кто будет мобилизоваться ты будешь кто я я и я нет я не могу срочка но я за я за спецоперацию на всю европу короче говоря я тоже мобилизов мобилизация невозможно на территории российской федерации сыпана была возможна она уже была бы сделана вот связи с тем что это в украине могут раздать гражданским гражданским людям оружие в россии это невозможно потому что власть боится когда у нас анонсируют какие-то митинги вот на них никто не приходит потому что дураков нету получается что количество ментов которые ждут на этом митинге она просто зашкаливает ну соответственно менты они понимают реальную поддержку реально недовольство людей вы еще подождите если украина ударит несколько раз по по городам приграничным и и по телевидению проведут еще пару хороших промывочек то увидите что и мобилизация будет хорошая и и весь остальной комплект здесь один только нюанс пока еще чуваки война не объявлена не стоит не с той стороны вот это меня больше всего смущает я все думаю что это какой-то такой большой договорняк на который мы смотрим с какой-то немножко не с той стороны кто с договорился и какую роль тут играют ну зеленский я не говорю там ребята с украины да потому что это прилетело по гражданским зеленский нацисты марионетка американцев нацисты марионетка американцев кто бы ни был там смотрели до сих пор казалось бы украине объяви войну и все у тебя тут нато тут же во дворе будут 8 лет пацаны 8 лет вопрос давай по факту возможно такое что они объявляют войну из-за того что они вот по этой своей юрисдикции советского союза живут и вроде как одна часть другой не может убивать не профит отговорки во первых смотри войны не было ни стой ни стой стороны объявлено и газ по трубам продолжает течь то есть чё за у вас война блять или чё какая война сергей спецоперации это не война чё ты телек не смотришь что ли по телеку говорят спецоперации я прощу переставляться значит надо смотреть что я могу сказать вот вы телек не смотрите поэтому вообще не знаете что там происходит а я теле глянул и вообще теперь в курсах что там происходит телевизор бэтмен я понял вот и стал за путином сразу ну а как не стать если телевизор говорит соли ну блин я смотрю его в конце концов там все объяснили в новостях что происходит что наши освобождают от их них нацистов бендеров которые сами крошат свое население и мы вообще по телеку бэтмен правда что по телеку каждый день теперь соловьев выступает своим вечером ну блин он давно и не только вечер и ночь выступает и день и повтори вообще вообще на все время выступает и салют и когда он отдыхает честно говоря но это понимаю что сейчас мы вообще не дал отдых наш володю тоже же обидели отобрали у него имущество на озере что нажито непосимым трудом проклятые американцы потому что завидуют ему поэтому у него все отобрали он вообще классный парень то есть я от володю смотрю слушал вообще парень вообще просто чудо всем рекомендую слушать володю перед сном засыпать под него вообще кайф не как все пенсионеры его как снотворно использовать поэтому надо забирать телевизор кровати короче ну подождать пока кручат это отпустит так у бэтмен он выключенный он вот так смотрит явлена война почему 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 ну это вопрос был или литерический да это был такой вопрос касательно вот этих вот всех юридических моментов нас напомню что не было войны в афганистане и в чечне не было это не война все это такой вот новаяц который к нам пришел уже давно да с этими отрицательными хлопками там высвобождением рабочей силы а украина почему ну как бы у нас понятно ладно честным пропаганды кровавые тирантов с такой почему зеленский не берет но оборачивая сторона обещания не объявляет войну как это здрасте когда гитлер объявлял войну мы тут же там да все тоже приказ номер один мобилизация не мобилизация есть немцев это называлась освободительный поход но и ссср не объявлял войну гитлеровской германии не объявлял потому что германия объявила и сср на это сталин помнишь приказ номер один все война и по радио тут же вероломное вторжение ребята у нас вот там сережка как раз же там было сказано в этом объявлении что такого числа без объявления войны то есть там подчеркивается что германия вторглась в сср без объявлений войны там и тем не менее это же война мы шли вниз под что получали то серьезному войну же как украина и так получает на лизу или как спецоперации антитеррористические операции где-то войну ты видел вы не станешь не было войны ну чё пацаны войны что ли захотели я не пойму зачем вам это надо говорят спецоперации по телеку антитеррористическая операция как хотите назовите чего они прям сопротивляетесь нет я не сопротивляюсь я понять не могу для украины это было бы спасением потому что это позволило бы там нато действительно тут же включить их состав войти войсками и все мы бы там не знаю россия это шла бы назад ну то есть все поменялось бы но все-таки сбоку сидят оружием подбрасывают и таки да да давайте ребята дальше хуящите друг другу не так объявление войны ничего не дало ну кроме мобилизации еще дополнительной потому что мы не член нато за нас как так же само не будут впрягаться поэтому ничего не изменится по сути это объявление только у чего сейчас не мешает запросить миротворческий контингент для того чтобы украина могла идти в контрнаступление на своих там западных территориях уже были миротворцы напоски да 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 так запрашивают ну вы считаете что бумажка что-то поменяет запросе нам мы даже небо закрыть не можем то есть нас мы просим чтобы закрыли демона небо не закрывают на основании чего ну если он примет что у нас геноцид то на основании геноцида например ну такая нато при этом увереннее он там при этом орет таки а там совершается гуманитарная катастрофа да надо помочь а потом оружие можем помочь а вот войсками нет ну у вас войны же нет то есть понимаешь какой-то абсурд происходит я на президент анонсировал ядерные удары по нам поэтому после этого точно войну объявят тут он уже анонсировал сказал возможно готовьтесь една и мы все и в том что я ли смотрите ребята вот я сижу там давать их с больших сетях там в контакте допустим вот и и там по словам ботов нагоняют вот особенно наши местные группы вот и чуть ли не каждый день у них там новые методички спускаются в первый день войны пришла вот эта мулька про восемь лет вот вчера пошла такая методичка что просто боты массово спамят сколько наших еще должно умирать сколько наших должно умирать почему мы не применим ядерное оружие ну понятно эмоциональная национальная накачка ну так это если не нет аж боты это боты все внедряют нет смысле у ботов задача нагнетать ну как бы вызывать эмоциональный отклик у людей да чтобы люди не успевали очухать критически что-то осмыслить и просто эмоционально реагировали то есть с этой стороны как бы понятно война она такая сегодня это как это называется гибридная то есть по всем фронтам и завтра ядерной кто знает можно я скажу по поводу ядерной войны вот вы это обсуждаете как-то больше с политической стороны я услышал и захотел добавить вот например вы говорите про ядерную войну а она им нужна тут очевидно что ядерная война не нужна она и не планировалась планировалось изначально как раз поставить народ в новый подготовить к приходу нового мирового порядка а именно продуктовые проблемы чтобы перевести на безусловный доход чтобы экономически поджать полностью средний класс и это все изначально планировалось об этом открыто говорили об этом открыто декларировали все эти швабы подобные и для этого была запущена естественно всем всем известна модная болезнь и не выстрелила или не выстрелила так как хотели ребята вот они немножко меняют систему начали рушить поставки начали какие-то экономические моменты сильнее поджимать а тут решили немножко и войной добить вот он недавно сделал доклад вот у меня новость как раз 2030 году планируется какой-то глобальный мировой продуктовый кризис при том серьезно планируется они уже его ждут вообще сто процентов и говорят что если режимы белоруссии и в россии не падут то этот этот мировой голод даже наступит раньше вот недавно был доклад то есть вы обсуждаете больше с политической стороны как бы больше с телевизионной веря что государство как-то действует независимо главы правительства какие-то там люди себе на уме а тут как тут очевиден какой-то глобальный план глобальная картина вот сергей сказал про договорняк какой то ну понятно что это договорняк только договорняк не на уровне какие-то там зеленский с путиным решили что-то там себе на варить а договорняк чуть повыше согласен подождите а я не согласен потому что я считаю что все абсолютно куплены все под контролем мирового правительства Вот только Владимир Владимирович со всем этим борется. Только он независимый и единственный, по сути, игрок на мировой арене. Все остальные козлы и продались правительству мировому. Поняли, да? Поэтому Владимир Владимирович, вот он вот всегда сделает вот так, как он хочет. Он всегда, даже вот если его просят, сделай вот так Владимир Владимирович. Но тут он прикалывается. Я не поддерживаю его взгляды, он прикалывается в данном случае. Ну и кто-то там говорит. Слушай, а я вот сейчас с Италием согласен, потому что недавно как раз прочитал такую штуку, что с 2005 года чувак там, дядька один появился, короче, да, и ездит сейчас по миру с семинарами. Он, знаешь, как теорию задвинул? Не информационная война, а когнитивная война. То есть задача информационной войны была внедрить и продвинуть некую идею, которая там перевес сил внутри страны противника изменит. Это позволит, да, грубо говоря, там половине армии перейти на сторону там завоевателей условно, да, там, вот. А когнитивная, она вообще подразумевает изменения мышления. И тогда вообще не надо никакие территории завоевывать, вот. Потому что, как бы, грубо говоря, внутри люди просто такие вообще никуда не пойдут воевать, там ничего. Вот. Так что я согласен с вот с тем, что Виталий сказал, вот. Сергей. Договорняк-то точно наверху. Ну, Владимир Владимирович, там, какую свою партейку разыгрывает, да, там, давайте там не 10% условно там доли, да, а 15. Вот за это я вам тут сейчас устрою, да. Так, Сергей, два слова. Вот мне есть, что тебе ответить, всего два слова. 8 лет. Понимаешь, 8 лет. Денис сказал, что это в методичках было у ФСБ. 8 лет. Не работает. 8 лет. Не работает. 8 лет. Ну, как минимум, у нас в институте эта методичка уже не работает. Вот в тему. Запорожская СБУ ликвидировала ботаферму РФ на 70 тысяч аккаунтов. Так что вот, резко полбавилось кое-где в интернете. 70 тысяч. А хотя, в принципе, это довольно много. Довольно много. Погоди, а как ликвидировало? Ну, вломились там помещения, там сим-карты с телефонами. Где, на Украине ботаферма российская? Да. Ну, чтобы, конечно, чтобы выдавать за местных. Потому что так-то облощат, наверное, как-то. А что, нельзя за местных IP-адресов какие-то давать? Что-то, какая-то проблема. Вот, не знаю, сомнительная новость. Да, да, да. И ребята не боялись. Они же, знаешь, сейчас за это чуть ли не расстрел к стенке. К стенке расстрел. Как они вообще там не боялись ничего этого? Что-то да. Смысл? Если это сидя... Как там, где это у нас сидит банда, да? Ну, всем известно. Я просто название забыл. Целые штабы там людей. А там в Хохленде поставь там роутер, да. Он будет там IP менять. Ну, тут дело в том, что обслуживание. Бетаферма работала в нежилом помещении, где меняли сим-карты и провели интернет. СБУшники изъяли более 3000 сим-карт. 429. Ну, это может, значит, похоже на какую-то самодеятельность прапорщика, да, советской армии, который такой не растерялся и такой немножко монетизировался. Не, ну, для того, что они могут выдавать бетаферму, не которая работала на РФ, а просто которая накручивала там, есть же другие всякие. Инстаграм тот же накрутить, там, ТикТок. Смысл? Это же удаленка. Зачем их возить куда-то, телефоны ставить? Там это все с места можно делать. Вон, пожалуйста, в Иваново самые низкие зарплаты там люди за 15 тысяч, летом работать. Я предлагаю вам обсудить, ребята, начало спецоперации гражданской на территории Российской Федерации. Возможно это или нет, вот. Я не думаю, что кто-то там белый, красный, они в свое время, эти люди думали о том, что у них будет гражданская спецоперация, да, вот. Я думаю, что сейчас мы как раз-таки на пороге, потому что если украинское общество, оно сплотилось, хотя там были разные, да, там, взгляды и мнения там про российские были, у нас про украинских никогда не было. 100%. Возможно ли у нас сейчас начнется гражданская спецоперация, как вы думаете? 75% поддерживает Владимира Владимировича, 2% говна. Говна не поддерживает Владимира Владимировича. Такого не будет. 2% говна. Все за, все за. Дели 75 на 2 сразу, да, ну, потому что кто голоса-то считает? Это, во-первых. Во-вторых, при правильном приложении усилий, ну, тут Денис правильно сказал, да, что когда там входили в Украину, да, бытовало вначале такое мнение, что, ну, типа нас там с флагами все будут встречать, а получился обратный эффект, ровно обратный. Вот у меня были группы интервьюзионные с психотерапевтами, ребятами с Украины. Они реально были готовы выйти и защищать страну. То есть это выключается критическое мышление, да, и включается вот, ну, мужская какая-то, да, идентификация. А потому что у них нет российского телевидения, потому что вот надо смотреть бы у российского телевидения, там бы им все рассказали, объяснили бы, тогда бы они встречались с цветами. А поскольку они неправильные каналы смотрели и имели доступ к неправильной информации, вот так вот все и получилось. Виноваты. Да, сами виноваты. Надо было артист смотреть. А контр-премьер, почему было же голосование за развал Совка, большинство проголосовало нет, а его все равно развалили. И никто не вышел особо. Вот там пару раз постреляли фейково как-то по Белому дому. Кость, восемь лет. Я тебе отвечу, восемь лет. Тут другие технологии же немножко, да. Там, ну, как бы, грубо говоря, весь Совок сидел, спал и видел уже, когда наконец-то уже можно объявить, да, о доходах, там, владениях, там, ну, грубо говоря, вывести цеха из тени, да. А здесь-то другая ситуация. Вот, и Денис спросил, а возможно ли спецоперация в России? Ну, что-то мне подсказывают, что да, запросто, запросто. Не, а кто воевать-то будет, я не пойму. Единственное, что кто-то будет воевать. Если, допустим, Украина не приняла российских солдат цветами и пирожками, да, вот, это же возможно, что украинские войска могут тут так принять, вот, потому что, ну, любая война, она подразумевает, ну, контрнаступление, там, да, допустим, вот. Как бы от Мариуполя до Таганрога не так далеко, условно, вот. И из этого следуют следующие новости, что Украина создала батальон «Свободная Россия», который взял себе на вооружение флаг «Бело-сине-белый», да, который подняли, там, так называемые оппозиционеры, которых у нас, на самом деле, нет. Вот. И основа, костяк этого батальона, получается, пленные русские солдаты, которые решили воевать против Путина, вот. В первые дни у них получилось больше 10 тысяч, короче, человек вступило. Сейчас этот батальон приостанавливает набор, потому что он говорит, что у нас нету возможности просто вооружить такое количество человек. При этом те люди, которые стали из России поставлять им, там, анкеты, отвечать на анкеты, их вылавливает, там, КГБ, условно, да, вот. Вот, то есть, ну, при этом Германия поддержала этот батальон, сказав всем, что любой россиянин, который вступит в этот батальон, да, ну, получит там жилье, ведь на жительство и пособия, короче, на всех членов семьи. Денис же это правильно начал, ну, вернее, может быть, сам и не заметил, да, но он сказал ключевую фразу, как в гражданской войне. Вот, я думаю, что у нас война, ну, вот это спецэперация, вообще весь этот замес, это реально гражданская война. То есть, мы, конечно, там 30 лет жили, как бы, в юридически оформленных разных государствах, но, по сути, это одна страна, один этнос, там, да, одна культура и так далее. И вот сейчас мы пришли к именно гражданской войне. Это не какая там не война, там, между странами, да, там, это именно война за мышление, за мировоззрение. Это гражданская война. Ну, нам еще... За русский мир. Ну, за русский мир, да. Нам еще с белорусами вот осталось, да, там, это, поскубаться. Так что, да, это с Легион, да, по сути, может, там, другой стороной коромысла, да, и качнуть что-то и у нас тут. Я думаю, что у нас тут тоже много людей, да, которые вообще ни хера не согласны с этим. Ну, просто в 2017 году был такой Мальцев, если знаете, и как бы он долго и нудно заявлял, что у него все есть, уже все готово, вот, буквально-буквально, но не фортануло почему-то. Ну, это он просто реальность пытался запрограммировать. Думал, что если часто повторять, что все готово и все будет, то, действительно, все будет готово и все будет. Это потому, что не было ангелизора. Да, вот, Серега, правильно, вот, спасибо тебе большое, напомню. Чуваки, все смотрите телевизор, там все расскажут, покажут, объяснят и столкуют. Вообще без проблем все будете понимать. Не париться ни о чем вообще, не надо, все хорошо. Я смотрел телевизор, мне сказали, все будет хорошо, чуваки. Ну, как вот не верить, когда тебе говорят, что все будет ништяк. Москвы, по поводу Москвы, что говорят? А курок поджег? Ну, несчастный случай, то есть, в общем, незначительные совершенно потери, что-то там произошло, херня какая-то. Вот, и никто даже и не расстроился. И еще таких построим, еще 10. Еще все лучше даже будет, чем вот на место вот этой хренотень. Поэтому еще давайте, рвите, бля, мы еще наделаем. Давайте, интересно еще, совпадение расскажу. Крушение Титаника в ночь 14 на 15 апреля 1912 года. И флага Черноросского флота МВФ России 14 апреля 2022 года, ровно 110 лет. Вот такое совпадение интересное. И ровно 40 дней после фразы «Куда пошел пароход?» Транспирологи говорят, что с марта по апрель, по конец апреля, это самые жесткие два месяца в году, когда собирается больше всего гаваха. И они особенно любят апрель. Но тут для того, что с Курском, совершенно не разное представление. То есть, если Курск очень долго там про Морякова тех рассказывали, которые стучат, это по ***, плакали, то тут молчок. То есть, разное представление. Я знаю, когда будет пик апреля, короче, он будет 22 апреля. Там 100 лет назад, да, там звезды сошлись, гавах набрался и проявился Ленин. Кстати, вот на 22 апреля, это как в Симпсонах, с мавзолея. Генеральное движение на Донбассе. А я скажу, что сегодня-на-завтра может что-то быть, потому что полнолуние. Сегодня-на-завтра. Не, я не думаю, они еще не подошли всем. Пацаны, надо, чтобы нормально провести гадание, нам нужна курица черная. Камешки специальные, рубануть в голову, пустить ее, чтобы она определенные камешки и кровью пометила. И по этим камешкам мы сможем определить, когда начнется наступление. Это ты из Южного парка? Это нет, чуваки, это проверенные методы. Генштаб нашим пользуется явно для определения задач. Но у них есть ключевое об этом. Они знают, где находится перекресток пяти дорог. Нам там же нужно голову рубить. Ну, вот что-то, видимо, да. Видимо, как-то вот прогнозисты, военные, так сказать, оракулы, что-то там косячат с технологией. Новости с работой. А, нет, давайте до этого дообсудим все-таки. Как вы считаете, это совпадение, не совпадение? А ровно 110 лет, так вот, день в день. Бывает. Просто совпадение. Это фейк все, пацаны. Это все фейк. И Москва фейк, и Титаник фейк. Но это все вброс вражеский. Да, я смотрел... Ничего не было. Я смотрел фильм Охотники за привидением. Короче, там Титаник на самом деле выжил, и все вернулись. То есть все это брехня, короче. И правильно, это все совпадение. Это больше на истину похоже уже, да. Потому что официалам верить нельзя. Верить можно только неофициалам. Вот все, что неофициалам говорят, это может быть. А все, что официалам, это все брехня. Поняли, да? Почему это совпадение? Смотри, вокруг здесь совпадение. И Луна даже тоже поворачивается за землей по ходу движения. Тоже видишь, одно совпадение. Везде совпадение одни. Капец. Денис, а ты чего-то пытался три раза сказать, скажи, пожалуйста. Ты так очень вежлив и как-то скроен. Вчера такие новости интересные, что была версия по поводу того, что на затопленной Москве было ядерное оружие там, да, вот. И почему-то массово спецборты из Москвы начали улетать куда-то за Урал. Почему-то. А я могу даже объяснить, почему. Потому что если бы что-то сдетонировало в море черном, то тут бы было 1500 хиросим, как минимум. А то и больше. Из-за сероводорода, да? Да, да, потому что даже если почитать Крымское землетрясение, там море горело. И реально тут подземное... Там действительно можно и газ добывать, и нефть. Там много чего. И сероводород, поэтому... Если бы там что-то сдетонировало реально, а могут так сделать, что им стоит бомбу сбросить? То тут будет как вулкан, который в США... Тогда сразу закрою бомбу и на Yellowstone нужно. Да, да, да. И всё везде пахнет. И тут тогда всё полностью покроет и Европу, и Россию частично. Поэтому это опасно. Вот, может, они и залетали по этому, фиг его знает. Знаете, ребята, мне кажется, тут было бы... Счастье да несчастье помогло, или как-то так оно звучит. В общем, рядовым, когда обучают рядовых обычных салатиков, им рассказывают про то, что война это круто, потому что нет ничего лучше умереть за отечество. Ну, типа такого там пропаганды. Так война мира тому посвящена. Офицерский состав учат по-другому. Офицерам доводят то, что война это прогресс. То есть там вот эти все истории про Первую мировую, что-то пенициллины, противогаз. Благодаря Второй мировой войне мы полетели в космос, условно, что там жидко-допливо было. И сейчас мы уже видим, что идёт третья мировая война. Она пока ещё просто не объявлена. Это только её начало. По крайней мере, экономически точно найдёт. Это Третья мировая стратегия. Что она может дать? Давайте так подумаем. Если обществу срочно надо было какой-то прогресс, теперь мы можем увидеть, что... Среди тем, что много трёхсотых, мы наблюдаем там, то есть люди с потерянными конечностями, то есть обязательно будет развитие протезов. Причём прям резкий скачок будет. То есть и Украина может стать прям центром именно разработки таких протезов. При этом, когда Россия будет выплачивать репарации, при том, что даже, скорее всего, она и развалится, и всё равно будет выплачивать репарации, если здесь оставить голодное нищее население, то получается Украина будет иметь у себя под боком соседа, ну просто Афганистан. Более того, если это население дальше будет обнищать, и в него не будут вкладываться, и мы просто будем ездить на вахты, работать на Украину, да, чтобы получить деньги, то по итогу будет реваншизм, потому что детишки там и Орчи и мамаши, которую сейчас мы включим в Ютубе, да, они захотят реванша. Ну я абсолютно согласен. Да, ну я искал, искал, искал тоже варианты. То есть не могли же, да, там люди, сидя в генштабе, несмотря на, даже если вот всё правда, и там действительно, если бы мы не зашли, то через, там, на утро нам бы было бы хуже, да, не могли не понимать последствий. Я нашёл только вот такое, да, мнение, что по большому счёту, ну Россию не интересует, ну Путина, да, там скажем, что уж скрывать, и генштаб не интересует, в принципе, Украина целиком, интересуют только лояльные, ну лояльные люди, да, там, то есть, грубо говоря, там Донбасс и Луганск, там, мы там себя отрежем, да, условно говоря. Люди, которые там лояльны сюда перейдут, а тех там придётся быстро распихивать по, там, Польше. Я вот рекомендую поиграть в игру, называется Deus Ex Human Revolution. Эта игра рассматривала ту ситуацию, когда общество, там, разделилось на двое, там, общество, которое условно, там, отрезало себе руки, чтобы поставить тебе протез, там, ноги, чтобы поставить протезы, и люди, которые не хотели ничего в себе менять, то есть, ну, нам уже тогда рисовали это, что нас это ждёт в будущем. Хочешь сказать, что у нас, получается, как бы два лагеря, да, таких технологических, потому что там такие же дешёвые прогеры есть в Индии, и, как бы, второй лагерь такой большой, это у нас, Белоруссия, Россия, Украина. Совершенно верно, только Индия славится говнокодами, если что. Да, абсолютно верно, но они умеют работать с ингредиентами, с аксами и умеют работать по массам. Если бы я хотел бы, вот я там, какой-нибудь жидомасон, я хочу создать центр, в котором будет там развита протезы будущего, да, я бы именно делал это на территории СНГ. А, понял, понял, да, согласен. Да тут у нас и Киберга могут испытывать, уже некоторые Каспиролы и вбрасывают, что тут у нас управляемые машины, и с искусственным интеллектом, хотя, не надо доказать, что они привели, но зато вбросили. Это раз. А второе, это, опять же, про Шваба, что почему-то все считают, ну, во-первых, Россия точно хотела отхватить большую часть, потому что иначе тогда на Харьков, на Киев не шла, отхватывала бы те части, которые, ну, которые сейчас говорят, они хотят отхватить. А не то что раньше. Надеялись на Блэскрик, и вот почему, потому что, значит... Это план, это путинский план, это он вбросил план, что будет Блэскрик. Вот специально вас обманул, а он планировал затяжную войну. Он планировал подойти к Киеву, насрать там вам на породе и уйти. Это часть плана, запомните. Да, вы просто еще не все знаете. Погодите, еще увидите, походу, что... Дело в том, что Шваб тоже, вот если знаете такого Шваба, который просто говорящий голова, но тем не менее, как бы тут интересы двоих сходятся. Это Шваброиды, так сказать, это сатанисты, судя по всему. Или вообще, ну, там много их можно... Ну, сатанинского толка и евреи, которые небесный Иерусалим. И вот тут произошла ошибочка, что Путину пообещали, что, значит, тут его встретят хлебом с солью, но плюс он не в курсе мог быть, но не он, а там, кто им управляет, не знаю. Потому что сюда большие миллиарды вливались, оказывается, на пропаганду, а пропаганда как-то не сработала. А ему докладывали, наверное, что все хорошо. Это раз. И Шваб, который тоже там, если почитать в прессе, я не знаю, лично я его высказывать особо не видел, но так как, как я понимаю, за ним многие следят, и есть такой Артем Котков, который прям за каждым чихом следит, так он рассчитывал на три дня, а потом резко исчез, и я понял, что поломали планы тех, кого оглашали. То есть тут сейчас две силы дерутся между собой, скорее всего, как минимум. Ну и третья, может, смотрит. Так что... Слушай, у меня вопрос к Денису. Денис, смотри, я исследую твои логики. У меня возникло такое подозрение. То есть есть такая штука, объявленная уже, био, нано, техно, социо, фашизм. То есть, короче, био понятно, цифра понятна, нано у нас пока нету, или, может быть, ты что-то знаешь, у нас есть какие-то успехи. То есть вот эти две недостающие технологии у нас развиваются? То есть все ли у нас собралось в одном месте, чтобы из нас делать некий полигон? Я знаю, что у нас ресурсы консервируются. Я знаю, что у нас остановилось строительство. У нас должен лопнуть ипотечный пузырь. У нас будет массово безработица, и к лету мы уже должны увидеть голод. Но это экономика. Это пока нет. Вы фейкеры спускаете, блин. Это цифра, которую я слышу, что металл принимали по 30 рублей в том же Брянске. Сейчас его принимают за 8 рублей. То есть металл раньше вывозили в Японию, сейчас это уже сделать невозможно. То есть у нас просто металл складируется и складируется. Где его потом применять? На это еще можно, в принципе, ответить в рамках экономики. А я именно в рамках плана движения в сторону нового уклада, вот этого, ну, как он там, СНПС или как по-английски называется, по-русски это вот био, нано, техно, бла-бла-бла-бла. Я знаю, что в Сколково, да, лично я знаю там товарища, удающийся чувак, ему там очень молодой, это самый молодой профессор был там в Европе, а потом в США, как бы, вот сейчас он работает на три лаборатории в Сколково, в Штатах и в Китае. Несмотря на весь раздрай между всеми тремя странами, он успешно руководит тремя лабораториями, у него куча заказов. То есть, как будто, ну, у меня откуда в ощущении, что идет большой договорняк, да? Просто договорняк идет, ну, не в привычном смысле, что штаты договариваются с некой Россией, да, два субъекта. Нет, там, внутри этих субъектов еще какие-то группы людей, и в тех же Штатах несколько групп, да, друг с другом воюют, у нас несколько групп друг с другом воюют. Мы там, ну, грубо говоря, там, группа Путина с кем-то договорилась в Штатах, с кем-то договорилась в Китае. Это рушит планы других групп, да, и вот мы вот такую войну видим. Но точно то, что договорняк и есть, сто процентов, потому что слишком гладко все получается. Есть косвенное доказательство договорняка, если знаете, такого вообще, Оксана Марченко, знаете, кто такая? Да. Это жена этого Чука, как его, блин? Сейчас кого? Медведчука. Да, Медведчука. Медведчука в плен взяли честного, порядочного человека. Верните Медведчука на родину, в Россию, блин. Дайте ему хотя бы в камеру телевизора. Так вот. Телек ему дайте, реально, по-человечески там с ним обращайтесь. Это все-таки кум нашего Владимира Владимировича, свет солнца. Ну, как из уважения к Владимиру Владимировичу. Насчет того, что все все знали, потому что она выехала за шесть дней до начала спецоперации, так называемой. То есть она все знала. А вот чего Медведчука? Ну, там дело тоже показывают какого-то попитого чувака, который по ширине морды, ну, даже похудение все равно скулыш не уберет. Что-то не сильно похож на оригинал. Ну, так, подошли, вот чуть-чуть похожего. У него, во-первых, волос больше, во-вторых, ну, лицо более худое. Ну, даже если осунувшись, все равно не то будет. Он не настолько долго находится у СБУ, чтобы так измениться. Поэтому там фиг его знает, что за чувак. Ну, вы нацисты опять взяли какого-то рандомного чувака там, пытаетесь, и его же вообще ни в чем не виноваты. Пустите двойника Медведчука. Свободу двойнику Медведчука. Смотрите российское телевидение. Вот Денис, кстати, вот эти вот рассуждения про металл, и что будет. Вот видно, человек не смотрит телевизор, поэтому ни хрена не понимает в жизни. Думает еще о чем-то. Терек надо смотреть, там все хорошо объяснять, мы все заменим. Я хотел бы обратить внимание на то, чтобы был резкий какой-то скачок, да, нужно, ну, обязательно избавиться от морали. То есть любая война, она, короче, ну, уничтожает все человеческое. Если бы здесь были люди, которые принимали какие-то, ну, были какие-то огневые точки, там, да, еще что-то, где-то бы участвовали, они бы знали, что у нас и так заложено достаточно много вот таких моментов расчеловечивания, да, то есть ты когда участвуешь в каком-то, в каких-то боях, допустим, у тебя же инстинкты по-другому начинают работать, у тебя точка сборки двигается, там, ты можешь там ночью хорошо увидеть, условно, там, да, или запахи ты там чувствуешь. Ну, кто это проходил, он помнит эти все моменты. Сейчас мы имеем огромное количество людей, у которых точка сборки, короче, именно расчеловечилась, да. Сейчас мы видим, что мораль уходит, уходит, и получается, если, допустим, мы вспомним, там, игру «Биошок», была такая вот игра в 2007 году, которая нам говорила о том, что некие ученые создали подводный город, который избавили от морали у всех ученых, там, и от всех запретов, которые у нас сейчас есть, запреты там на опыты над людьми и прочее, да, то благодаря убиранию морали и всего человеческого, там как раз-таки был очень сильный скачок. И сейчас просто у людей, которые находятся в СНГ, это все убирают. Насчет игр, есть же игра «Deos X», которую ты вспоминал, но в первой части там они с серой чумой боролись, так сказать, с заболеванием таким, которое как бы чем-то совпадает с тем, что у нас тут происходит уже. И еще, значит, археологи встают, вскроют таинственный саркофаг из сгоревшего собора Парижской Богоматери, который, кстати, совпадает же, что, если помните, такой «Я домашний козел 2», который там, ил-ил, на самом деле, иллюминати. И вот там было анонсировано, что башня с собора развалится, вот так она как показана в мультике, так и, в принципе, обвалилась. И вот теперь будут скрывать какой-то саркофаг. Так что не просто так его спалили. Зачем с удовольствием? Ну, вобера достать, наверное. Или вирус. Ребята, вот, насколько мне известно, что большинство людей, которые убивали во время Второй мировой войны, они сходили с ума, потому что, ну, так или иначе, хоть ты там, назови это герой, хоть чем-то, ты убил человека, это грех там и прочее, что большинство людей сходили с ума, альгейвер и прочее, да, там было. Вот. А сейчас огромное количество психологически травмированных людей. Дети, у которых там родители умерли по вине россиян и прочее, нам это не простят, да? То есть у нас на территории вот Украины и России огромное количество психически больных людей сейчас. Ну, это в мире вообще, да? Ну, в мире, смотри, у меня, я прям откликаюсь, у меня эта идея, да? Я все думал, зачем, короче, ну, реально, раз человек, не просто разрушать там семейные там, да, или христианские там традиции или ценности, а прям конкретно лишать человека вообще любой идентификации, национальной, половой, религиозной, там, какой-то идеологической, да, там, политической. То есть зачем делать эту болтанку, да, из 68 полов, вот. И мне пришла в голову только одна мысль, это нужно только для того, чтобы, грубо говоря, сбросить старый фундамент, а потом всю эту кучу, да, как растаявшие пельмени слепить в одну большую котлету, да? Ну, то есть, грубо говоря, что переформатировать все человечество, надо сначала стереть старой идентичности. Но я никак не мог понять, а зачем, ну, такую колоссальную задачу ставить, такое колоссальное количество ресурсов на это тратить? То есть что там за цель? Ну, куда их? Ну, на бойню отвезти? Ну, их можно уничтожить гораздо дешевле. Вот. Зачем? И вот сейчас ты говоришь о том, что, да, там, а не стереть ли с них там, да, любые ограничения, в том числе и моральные, да, и там позволить друг друга калечить, да, чтобы потом на этой базе, там, отрабатывать новые технологии, да, и запустить новый виток прогресса, ну, уже появляется, уже появляется некоторый смысл, да. Могу объяснить разницу между первой, второй и третьей, значит, ну, которая сейчас начинается войнами. Сейчас то начинают стрелять с больших расстояний, дронами воюют, это намного меньше влияет на психику. То есть человек, который стреляет с пушки, он, ну, стреляю и стреляю, ну, а куда? По координатам. А то, что координаты там в жилой дом попадают, ну, это так. То есть он не видит последствий. Первая мировая была газы, во-первых, отравляющие, а во-вторых, штыковые и постоянные, значит, переглядывания через окопы. То есть практически друг друга видели, слышали и кричали. Я очень сильно готов на этот счет поспорить. Все-таки мы на конспирологическом канале находимся, и тем, что слово эгрегор. С начала войны у большинства россиян было замечено подавленное состояние, которое там, ну, такое депрессия, да, что люди не могли ничего делать, не ходить там на работу и прочее просто, ну, то есть, плюс я рекомендую вам посмотреть, что значение слова морок, которое мы видим, да, сейчас, старое слово, конечно, значение этого слова там, это массовый гипноз, в который вводятся люди, тот же самый телевизор, то же самое зомбирование, да. Слушай, ты хорош телевизор, гнать телевизор, между прочим, в доме старше, он до тебя там был, понимаешь? Он просвещал, развлекал, объяснял, а сейчас ты что, ты хочешь сказать, что не надо слушать телевизор, ты чего, чувак? Бабушка не права была? Я, блин, телевизор, извини, знаю всю свою жизнь, я тебя в первый раз слышу, почему я должен верить тебе, а не телевизор, я не понял вообще. Грегор подбили, короче, и карму нам, вот эту общую карму, да, ее тоже испортили, но не просто так. Так вам же в этом же смысл? Нет, все не так, все не так, я объясню, как было. Значит, смотри, в 14-м году американцы организовали в Украине Майдан, в результате которого к власти пришли нацисты, которые 8 лет, я хочу подчеркнуть, 8 лет, осуждали, еще раз, 8 лет стерроризировали и Байдан осуждая его, высказали. Потом Путин не выдержал, наконец-то и вошел, это не деноцификацию, а фашисты сами бомбят своих городов, нацисты, посидите, фашисты, ну, как хотите, в общем. Вот, поэтому наши войска, это войска освободителей, которые освобождают украинцев, вот насажды, вот какое нафиг чувство вины, наоборот, чувство гордости, патриотизма должно быть. Что хотелось бы добавить до гавраника, да, хотелось бы сказать, что еще этот Герасимов там рассказывал о 2009 году, насколько я помню, то есть там у него есть план по поводу гибридных войн и войн нового типа, который мы увидели в 2014 году, вот, то, что касается, допустим, Майдана и прочее, мы за 4 месяца проходя срочную службу, мы за 4 месяца уже знали о том, что будет в Крыму, о том, что будет в Украине, допустим, да, а это обычные срочные. Это в каком году? Офицеры знали заранее, еще о Майдане, еще никто не знал в Украине, да, мы уже знали об этом всем, откуда мы об этом знали, вот, после этого, короче, нас пытались вербовать туда, ну, типа, это, миротворцы, идите за 120 кэсов, тогда по тем деньгам, да, ну, переодевайтесь в ополчение, после этого, когда ты сдаешь военник, тебе предлагают поедь, короче, в ДНР, там, за 40 тысяч побоюй, ну, типа такого, понимаете, то есть, это все фейки, ну, это все фейки, 100%, чувак, это все фейки. Майдана, опять же, я не исключаю роль России, что Россия, все-таки, в этом тоже была очень сильно замешана, и она один из месторов этого Майдана, я тоже думаю, что так и было. Иначе, Боянуковичу дали все сделать немирно, он этого хотел, но ему не дали. Это раз, а во-вторых, это было еще видно, в 2012 году я в Крыму проживал, ну, так, я периодически туда ездил, там уже технику залозили только так, там, новую, современную. Есть у меня тоже похожий сигнал, и то, что подготовка была сильно заранее, ровно как и в Осетии, да, то, что 08-08 вроде, да, там, типа началось, а люди там, которые жили, они, два месяца там колонны шли, просто постоянно. Вот, я по поводу договорняка в Крыму, 100% договорняк, и давно у меня уже, ну, то есть, я слышал официальную, вернее, официально-неофициальную версию о том, что Янукович, типа, там, что-то как бы сильно там лажанул, короче, побратавшись с китайцами, китайцы там оккупировали весь Крым, и тогда америкосы сказали, типа, короче, занимайте Крым, но чтобы, типа, китайцев там не было, вот, и, ну, чуть ближе к правде, но все равно это херня, короче, и на вот это все, весь замес Януковичем, я что-то думаю, что на самом деле, очень, правда, похоже на подставу, причем при теснейшем нашем участии, то есть, его разыграли, ну, через него там, да, грубо говоря, какую-то карту свою разыграли, я, что хочу еще сказать, товарищ, мне кажется, Янукович, законный президент Украины, Янукович, надо вернуть, и, подожди секунду, я же про тебя говорю, я что-то такой сижу, думаю, что ты сегодня прям этот, настолько клевый, короче, запутненец, что прям, ну, как-то надо тебя наградить ачивкой, вот, точно, зато и стараемся, блин, этот выпил, выпил, подойдет, на стенку там, где-нибудь повесить, ну, мне много не надо, в поиске, пацаны, только деньжат, накид, на карту, патриотизм, так сказать, и как вот с тобой, Родину, понимаешь, возрождать, ты же за деньги только, ты же буржуин, платите деньги, будем возрождать, у меня какой-то, я чувствую, что мы где-то к какому-то логическому концу подходим, и мне хочется сказать, там, дорогим зрителям нашего канала, да, что тут мне сложно разбираться, да, вот, хотя я себя не считаю великого ума человеком, но у меня более-менее, там, как-то с пониманием себя, более-менее ровно, вот, и нам всем тут тяжело разбираться, поэтому, еще раз напомню, не в качестве рекламы, да, что сегодня самое важное, самое важное, что нужно сохранить, это не бункер, там, не запас денег, не тушенку, а здравый ум, способность, ну, отделять зерна от плевел, да, не разрушаться, при, вот, происходящих событиях, там, да, ну, уметь отклоняться от этих новостей, от потоков всего вот этого говна несущегося из эфира, не наш. Серег, ты что-то неправильно говоришь, подожди, я наоборот думал, что ты должен сказать, что, а для того, чтобы разобраться, отличить, что фейк, а что не фейк, для этого телевизор и нужен, он поможет, нет, человек сам не может, ему Володя Соловьев объяснит, пусть посмотрит, в конце концов, умных людей послушает. Нет, я же не запутинец, я же такое даже сказал, я же полулиберал, поэтому я всех призываю, приглашаю. А, то есть, ты либерал еще ко всему прочему, пятая колонна получается, что ли, да? Полу, я понял. Полу запутинец, у меня такая удобная позиция, что меня как бы вот и не туда, и не сюда. И нашим и вашим спряшем. Знаем, мы таких знаем, мы таких, которые фуагру, знаешь ли, в Майами жрут и уже давно продались запахом. Да, да. Да, знаем, знаем. Поэтому вот психотерапия, товарищи, приходите. Вот здесь мы вас научим, как это, уклоняться от вражеских пуль с обоих сторон, вот, чтобы сохранить трезвую голову. Ну, потому что я сейчас, у меня уже котелок закипает, я такой думаю, блин, если мне плохо, то я представляю, как люди плохо. Как раз таки, вас не тешите людьми. Дело в том, что если мы украинцам будем рассказывать про хороших русских, у них может дрогнуть палец, а не нажать на прог, да, допустим, вот. Касается тех, кто живет на территории России, я предлагаю вам заглянуть внутрь себя, как раз таки, сбрасывать все человеческое, прямо сейчас начинать потихоньку, потому что в случае штухера, когда у нас начнется это все, наша задача мужчин, в первую очередь, забирать оружие, да, если нам его не выдадут, забирать, понятно, у кого, вот, готовиться к тому, что мы готовы будем идти на какие-то преступления, в том числе там грабеж магазина, если нам жрать нечего будет, то есть это же не может делать человек, вот, поэтому нам надо самим все откатываться, забывать те опыты, навыки, которые мы приобрели уже, будучи социальными людьми, как раз таки, откатываться в животных, потому что в случае штухера выживет тот, кто больше животное. А насчет, подожди, насчет магазинах очень важные замечания, ни в коем случае нельзя грабить магазины, потому что это уже по нашей, по моей стране, по Украине могу сказать, в тех селах, где местные разграбили магазины первым делом, он же потом не восстанавливается, все, потом в этом селе месяц, два, три нет еды, то есть чем питаться, местные тоже свалить не могут вокруг фронт, поэтому очень многие там, ну, оголодавшие были, поэтому магазин, наоборот, надо защищать с оружием, все дела, но лишь бы они работали, лишь бы они хотя бы хоть в долг, хоть как-то, но если один раз его разграбишь, он уже больше не вернется, так же самое, как АТБ разграбили, там всякие сети, то есть обязательно его защищать надо. Все, Костя, Константин, это все хорошо, но только есть один момент, чтобы в магазин приходить, нужны деньги, а когда народ долго в этом находится, на первое время деньги есть, на месяц, на два есть. Да, да, обычно люди все живут, большинство людей живет от зарплаты до зарплаты, и никаких накоплений фактически не имеет, поэтому два-три месяца и с чем народ пойдет в магазин? Ну все равно, даже если ты его разграбишь, ты, ну сколько ты с собой, 20 килограмм вынесешь каждый? Тебе эти 20 килограмм хватит на неделю, на неделю, а так неделя. Грабить в магазине плохо, я не оправдываю, я лишь говорю о мотивации людей, что непонятны их мотивации, потому что у них нет возможностей и нет денег, на что покупать. Нас статью декриминализировали по поводу мародерства, в России она уже не уголовная становится. Вот, еще такой момент, что, конечно, у нас по запасам у каждого человека, у каждого там второго россиянина от зарплаты зарплаты и денег хватает ровно на то, чтобы прожить месяц. С тем, что сейчас товары и прочее вырастает, у нас сейчас количество грабежей, количество воровства машин, деталей просто увеличится, потому что цена на запчасти машины это просто ужас. Ну просто россиянине столько беды, потому что на Тагиле вот это хватает, в Турцию если дать. В Анталии там. Я, короче, хочу поапонировать Денису. Денис, я понимаю, что ты так, ну, в духе, в духе, в общем-то, времени, да, из какой-то своей позиции сказал по поводу того, что там давайте скорее превращаться в животных, чтобы, ну, поменьше боли испытать, Да и в США, где у оружия у каждого, там тоже меньше преступлений с оружием, чем там, где вообще запрещено оружие. А преступников оружия есть? Ну вот, чуваки, в США тем не менее есть полиция. Ага, там оружие разрешено, есть полиция. Есть страны, где меньше полиции на количестве разрешено оружие. Я вот как-то смотрел статистику, мне интересно было вот эта тема. И действительно, вот когда, в чем прикол вообще этого оружия? У преступников оружие всегда есть. Его нету простых граждан, которым, чтобы получить оружие либо вообще нельзя, либо нужно пройти там тысячу и одну лицензию, и там с горем по плану через несколько лет получить. А у преступников я получу одновременно. Ну вот тут пишут, судят старейшины у них в республике. У тебя с лицензией проблем не будет. Если дурак, то будут, конечно. А в Техасе, если напомню, там самый вооруженный штат и там открытое разрешено ношение оружия. Там самые ебать суровые техасские рейнджеры, если кто помнит, даже там целый сериал и пару фильмов там было про суровых техасских рейнджеров. Валят наглухо сразу, вообще не разговаривали. Этого хочешь, чтобы ты там вышел, просто не понравился, там тебя вальнули. Или там... Таких у них преступлений очень мало. У нас ты вышел и гопник тебя тоже там с травмата в лицо шмальнул возле бара, потому что ты ему что-то криво сказал. А у тебя при этом оружие нет. А что тебе запрещают, ну, кто тебе запрещает травмат купить и тоже в него в ответ шмальнуть. Хочешь, чтобы он тебя с калаша, блядь, очередь заполоснул? Так, дело не в том, что с калаша. Если он будет ожидать, что у тебя тоже есть калаш, то он не будет шмалять, потому что тогда это уже будет перестрелка. А если он будет ожидать, что у тебя тоже травмат, он тоже вряд ли сунется. Так купи себе травмат. А потому что он знает, что лицензии тяжело получить. Как раз вот Гопотап себе находит их без лицензии. Кстати, в России легче оружие получить именно травмат, потому что у нас у нас травмат можно только там депутатам, милиционерам, охранникам и журналистам. Все. А больше обычным гражданам там проблемы начинаются. Ну вот это означает, что у Гопоты больше терпения, целеустремленности. И они идут и делают себе травмат. А ты сидишь просто и говоришь, что... Не делают, они его просто покупают на рынке, Сергей. Они его покупают паленым на рынке. Никогда у них нет документов. У бандитов всегда будет оружие. Всегда. Это специальный рынок для Гопоты. Туда нужна лицензия Гопника, чтобы купить... Почему ты не можешь зайти и купить там же оружие? Потому что тогда ты становишься как бы преступником, если тебя с ним словят. А Гопоте пофиг, она живет по своим другим понятиям. Я, например, не хочу рисковать. А они рискуют. Есть такие ожидания о том, что должно все идти вот по-другому, а идет вот так вот. А я не хочу. Я хочу, чтобы все дружили. А я хочу, как в США, чтобы я зашел в любой военный магазин с оружием, который у меня за углом, и купил себе калаш и пошел домой, и не запаривайся. Вот так. Да, и ты выйдешь оттуда, и тебя на углу ебанут. Россиян, просто, китайцы зарплаты. Почему вы об этом не говорите? Дело в том, что ты идешь устраиваться на какую-то типа официальную работу, и тебе предлагают мрота, все остальное в конверте. А вы представьте, что тебя в любом раскладе могут кинуть, и тут такой момент, как бы люди друг друга кидали, занимали деньги и не отдавали, если бы было бы оружие. Понимаете, что все бы начали бы друг друга долги отдавать, никто бы не стал никого обманывать. Боясь. Я вот могу сказать, как человек, у которого было два ИП, какие-то очень, очень эризантные взгляды такие, что на идеалистический мир. А если у тебя 100 таких человек, уже как бы нормально? Да даже если тысячу, у тебя каждый сотрудник, он же деньги за что-то получает. У тебя и без этого проблем масса. Они болеют, выходят в декрет, они не хотят работать, они хотят в отпуск. Все летом, скопом. Это как гигантская проблема. Гигантская. Ноют обычно люди, которые вот такие ходят на работу, им там не нравится, а уволятся, они боятся. И вот начинают придумывать там правду. Начальник козел, там компания говно. Ну так уволься. Сделай свою компанию. Не, ни хера себе, я хочу в 6 домой выходить и идти там в боулинг играть. Ребят, как я понимаю, близится к концу эфира, и я хотел бы зачитать последнюю свою новость. Мне нужно уже идти. Она хорошая. Я держал ее, наконец. Хорошая новость. Она действительно хорошая. Продуманная. В общем, такие дела. Австралийский сенатор Малькольм Робертс подтверждает наличие нанотехнологий в вакцинах от модной болезни. После многочисленных исследований ученым был доказан факт присутствия элементов нанотехнологий в знаменитой жиже. Сенатор проверил труды ученых, после чего назвал модную жижу геноцидом. И тут же вторая новость из Новозеландии. Теперь и новозеландские ученые подтверждают присутствие нанотехнологии в шмурдике Пфайзер. Группа ученых обнаружила нетипичные для жижесоставные. Приводятся фотографии. Но что самое интересное, вот этим двум новостям нигде не дают хода. То есть австралийский сам сенатор заявил об этом. И тишина по миру. Не то, что там в СМИ. Даже Google, по-моему, почищает. Я попытался поискать пару дней назад и фактически ничего не нашел. Но в принципе хорошая новость. Виталик, а может похоже, что всем, кроме тебя вообще уже настрать на шмурде? Да нет. Судя по Китаю, нет. Почему? Я могу сказать дальше следующую новость. И тебе тоже, Виктор, не насрать. Смотри. Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину против коронавируса Convacel FMBA. Производство, которое уже стартовало. То есть все эти сказки, что в РФ что-то там уже подзаглохло, оно ничего не подзаглохло. Своим ходом просто оно не так уже афишируется и не так нагло навязывается, как до этого, потому что сейчас перешли на другую тему. А тема с Жижей, она вся присутствует и ее дальше развивают и развивают по миру. Но прикол в том, что вот все-таки есть люди, которые как-то дружат с совестью и как-то пытаются еще что-то заявлять. Не знаю, как у них что получится, но по мне так это хорошие новости. Ну, слушай. И еще одна хорошая новость. Соосновательной онлайн-площадки по продаже наркотиков Гидро Павлов арестован в Москве. А, да, вот это печаль. Теперь оружие проблемно купить бандитам, все теперь бедные. Но вообще это была кормушка для ментов. Вот вы про ментов говорили, чем они занимаются. Это была кормушка для всех вообще силовиков, ментов и так далее. теперь будет много мелких кормушек, каждый себе отдельную сделают. Ну, мы надеемся, что просто российский царь сделают нормально, локальный, как бы. что, такой рынок, что ли, пропадет? В этом, я думаю, надо включать в госуслуги, по-сам-де. Вместе с оборудованием самое главное, зачем это было сделано? Немецким службам удалось произвести арест 543 биткоина, что эквивалент и 23 миллиона. То есть, вот, немцы поимели. Сегодня Google раскрыл все спутники, короче, все засекреченные объекты. Мою часть, которая секретная, тоже видно на Google-картах. Как думаете, как скоро Google у нас проживет в России? Пару дней. Год назад, сколько Миша Хазин говорил, года два, начало разделения на валютные зоны, оно подразумевает разделение на, ну, на влияние, на СМИ. Делается очень просто. Вот как сейчас там YouTube там магнитизацию отменил, а в следующем, да, контрсанкции, там, запрет вывода прибыли отсюда. И вот нахера здесь вот держать саппорт YouTube, если, короче, им не дадут отсюда деньги выводить. То есть, это настолько все просто и предсказуемо, и было описано уже 10 лет назад, что это просто сейчас оно происходит. Вот. И это никакой не заказ, обычная дележка. Как вы думаете, есть ли вероятность того, что господин Пу не доживет до конца года, этого, я думаю, его снесут к концу года, вот, есть ли вероятность того, что, как бы, ну, Российская Федерация распадется на много всяких кусочков, обязательно заберут у нее ядерное оружие, чтобы больше никакой безумец этим не страдал, да, у нас будет не президентская республика, а парламентская, вот, и по поводу, там, Калининграда, Кудилов, там, и прочего, отберут ли это у нас или нет из Сибири. Нет, это сразу могу ответить, это будет длительный процесс, потому что будет выменивать ядерное оружие в обмен на продовольствие, потому что хотят... Нет, 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 я думаю, что будут выменивать продовольствие на ядерное оружие. Набро. Ельцин, коль скоро заканчивают-то уже, дайте мне тоже надо бежать, блин, срочно. Значит, сразу, Денис, нет, нет и нет, Путин будет жить вечно, Россия восстановится в границе Советского Союза, все будет круто, а зрителям я хочу пожелать крепкого здоровья и смотреть побольше телевизор. Слушайте Владимир Рудольфович и Соловьёвы, и тогда у них все вопросы по жизни снимутся. Будете жить счастливо и, так сказать, долго. Пацаны, все молодцы. Спасибо. Но очень, что-то такое, это же от сердца прям. Да, позитивно. Вложил все в любовь, как и осталось. Да, всем пока. Давайте пока. 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 Так. И насчет Марченко. Почему это важно? Значит, напоминаю, когда все события начались. 24 февраля, значит, Россия вероломно без объявления войны напала на Украину. 24 февраля 2022. А вот жена, значит, этого. Все время забываю, как его там. Ну, короче, вот это, когибисты, которого задержали. Каких подробностей о других членах партии или политсовета мне неизвестно, потому что я уехала из Украины 18 февраля, и я так полагаю, что вскоре после начала событий на Украине они также покинули территорию Украины. 18 февраля. Так что тут же явно видно, что 24-го началось, она за 6 дней до того уехала. Как бы элита все знала заранее. Ну, понятно, разведданные, там скажем, ну, конечно, все, кто надо, все знают заранее, там, перемещение и так далее. Тем более, до этого объявили. Но по тем, судя, сколько депутатов выехало и так далее, это все понятно. Все все знали. Ну, конечно, это договорником, доказательности договорника не является, потому что, скажут разведка, тем более, сам президент говорил. Президент, правда, обратно утверждал, Зеленский, я имею в виду, что пока Россия не нападает, не нападает, но хотя американцы тут же, новостью, нападет, нападет. Ну, вот, такое несоответствие. В общем, надо следить за элитой. Как это начинают сразу уволить, значит, будет шухер. То есть, это как на рынке, ну, я имею в виду, там, следить за каким-то трейдером. Ну, это просто россияне про фашисты все время рассказывают. Вот, РО была 120-130 тысяч на апреле 45-го, а там, если посчитать, то и 800 тысяч набрать можно. Сюда, сколько там максимум было, ну, понятно, там, под ружье, просто чисто формально, скорее всего, но, тем не менее, погнать-то их могли на убы. Так что, про фашистов. А бандератцев было там 12-15 тысяч, которых рассказывают. Разница есть. Даже сейчас война такая крупная, которая сейчас происходит в Украине. Там задействовано на каждом отделении, как бы, на каждом городе по 15-20 тысяч, не более. Потому что фронт растянутый. И то, это огромные проблемы. Но с современным оружием, с насильником, городе вообще не проблема. Что еще? Ну, тут много новостей, но это надо отдельно, потому что тут уже и так затянулся формат. Ну, и самое главное, вот эта картинка, еще раз. Так ее не дали обсудить почему-то. Ну, и насчет, кстати, того, что вот тот человек, который новый был на стриме, я не согласен, что он говорит, очень маленький процент поддерживает пыла, потому что нет. Процент действительно очень большой. И вот такой наивный вопрос, типа, он как Мальцев, значит, рассказывает, тут, а завтра сейчас соберемся, царя свергнем. Нет, все будет очень долго и нудно. Потому что царь начнет сейчас, или царь, ну, двойники, тройники, ну, кто его представляет, его фракция, швабы, шваброиды, короче, будут начнуть сейчас чистку. Уже генералов убрали некоторых, которые, типа, не оправдали себя, которые сильно мягко себя вели. Он оставляет только таких чисто, ну, там и так, понятно, про системных, но он еще и чистку начнет, там скоро будет и полковник умирать, с окон выпрыгивать, или за границу уезжать и там умирать. То есть начнется очень сильная чистка, которая явно будет ну, достаточно сильной. И еще власть сохранится, ну, на пару лет, как минимум. Потому что, опять же, цеховик Арестович анонсировал, что все будет тянуться до 2035 года, а он там в СМИ уже было, что, как минимум, до 2022 конца года. А, ну и новость такая, чисто просто полюбуйтесь, значит. SpaceX отправила на МКС первую в истории полностью частную команду астронавтов. и этих знаменитые костюмы с просто резиновыми сапогами или кожаными, чтобы ноги дышали. Но это не космические сапоги никак. Ну, обычные галоши какие-то. Напоминаю, в космосе ноль атмосфер, если разнифетизация или что-то. И это все разорвет, скорее всего. Ну, не выглядит оно, как космическая обувь. Потому что должны быть все равно железные какие-то направляющие. да, скажешь, ну, тут металлические нас... Ну, вы видите, объемы голенища. Вот тут воздух есть. Если воздух есть, значит, его разопрет и разорвет. Или они вот такими станут огромными. Вы понимаете? Те, которые даже, которые астронавты типа выходят, там же есть металлические всякие соединения, которые сдерживают, чтобы не было раздува. И то вряд ли они действительно выходят. Хотя это все в вакуумной камере можно проверить и на Земле. Это не проблема. Но, что там, тут большие сомнения насчет. То есть, фейковость это... И тем более, там было сравнение, значит, один корабль какой-то, там сидят российские все близко друг к другу. Я, опять же, не верю, что кто-то в космос выходит, потому что пояс ваналы на радиация, все погибнут. Поэтому, ну и плюс земля плоская, по моему мнению. Если хотите доказать обратное, пришлите видео эксперимента маятник в фуконной экваторе. Там должна быть другая траектория движения и, соответственно, будет прекрасно видно. А для себя, когда у меня была возможность, проводил эксперимент с маятником, который не показал суточного вращения Земли. То есть, маятник должен... Не маятник, а гироскоп, гироскоп трехосевой должен в одном положении быть, а Земля под ним крутится. Понимаете разницу? То есть, гироскоп должен меняться для вас по градусам. У 360 разделить на 24 часа. Вот так должно меняться. Но у меня, к сожалению, гироскоп был просто, который веревочкой завел, и он там, ну максимум, 15 минут может крутиться, если его очень хорошо завести, то... То есть, поэтому я свой эксперимент не могу считать идеальным. Для меня он был достаточный. Но надо, чтобы там был электропривод на самом роторе, чтобы он постоянно вращался. Это одно. А теперь второе, то, что я считаю наглый обман. НАСА запечатлял восход Солнца на Марсе. Иначе давайте обновим для себя атмосферу Марса. Одна 170-я от земного, то есть, очень слабенькая. Как на высоте 35 километров. Ну то есть, для нас это вообще практически вакуум. Ну то есть, человек точно задохнется и так далее. Ну, состав другой, но и вообще самодавление. Одна 170-я. И вот, что она показывает. НАСА запечатлял восход Солнца на Марсе. Фото и видео. И вот такая гифка. Ну вот, посмотрите на неё для начала, потом скажите, что здесь не так. Ну, типа маленькое Солнце, так оно, в принципе, и у нас маленькое. Если убрать светофильтры, если поставить наоборот светофильтры, то Солнце, на самом деле, маленькое. Это за счёт атмосферы, оно рассеивание большое происходит. Самое главное, это освещение. Вот на первой части не может быть в атмосфере. Не будет там рассеивания света. Будет как на Луне, типа Луна, но всё равно. Представим, что это как на Луне. Будет абсолютная чернота, но тут небо светится. Ну и плюс, там дальше что-то видно, но можно, наверное, найти и в лучшем качестве, хотя это официальная нарывка. или это вообще погрешность. Похоже на тучи. Вот там видно. Но всё равно в любом случае при атмосфере 1,170 такого не будет, как вот до восхода, что освещено. Дебосвод освещен и так далее. Потому что не в чем отражаться лучам. Да, скажут, вот загибается, вот так луч идёт. А в чём он отражается, луч твой? Он просто пройдёт мимо. Атмосферы-то нет практически. Вот и всё. На Марсе там, опять же, учёные сказали, что там крик будет слышно, но он будет как шёпот, что-то такое. Потому что разрежена атмосфера, соответственно, если кричать, ну как у Арнольна глаза повылазили и вспомнить всё, я думаю, все сцену помнят и бабу с сиськами с тремя. То есть тут вот то же самое. Ну, просто обманка. Сняли обычно наше солнце, наш ширик какой-то. сделали квадрат и всё. Потому что наше солнце через светофильтр на камеру будет то же самое. Ну, а пока всё. Присылайте, если интересные новости есть, кидайте в паблик в ВК или в сообщество YouTube или сообщение. наше солнце. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею